МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, что, готова отдыхать, развлекаться, расслабляться? А потрапила... Слушай, а ты как относишься к тому, что мы втроем? ...упастку психа. Ой, сука, как собака, не сказала! Вот, молодец! Як випадкова зустріч у розважальному центрі... Кристина, я вас сразу узнал. ...може посбавити вас 10 тисяч гривень. А ты понимаешь, дурак, что такое вообще амб*** говорить нельзя? Вот до чего я бы по башке постучал по твоей подурной? Михаил? Здравствуйте. Да. Кристина. Можно сразу на ты? Як заманює у нічну пастку директор спа-бізнесу? Как раз на потроху тепло. Правда, тепло. Ого! Жизнь. Так чим це закінчується? Ну, давайте. Как правило, многие любовные аферы начинаются именно здесь, в барах и ресторанах. Ведь это идеальное место для отвлечения внимания. Начинают обычно с комплимента, чтобы росла бюджетка. Сашенька. Какая ты сегодня отличная помада на рубашке. Чаевы? Ты селегант, ты женат вообще-то. Кстати, давай кольцо. Колечко. На веревочке. Все честно, нигде ничего не зажато, не закручено. Колечко настоящее, веревочка настоящее. Видишь? Кладем колечко на ручку. Зажимаем. Переворачиваем. Здесь красивенько так складываем плюсик. Вот так сюда, так веревочку. На плюсик похоже? Ну, что-то отдаленное. А я смотри. Оп! Оп! Твое колечко? Мое колечко. Я в шоке. Нет, в шоке была я. Когда одним движением руки оказалась в бассейне салонной. А шла на свидание, в общем, к солидному человеку. А после тебе расскажу, как. Что может позволить себе крутой директор сети спа-салонов? Михаила. Здравствуйте. Да. Кристина. Можно сразу на ты. Прямо на первом свидании. Ну, давайте. Михайло написав Кристині першим. Клюнув на її гламурну анкету. Представився власником мережі київських спа-салонів, який шукає дівчину арт-директора в один з них. Зарплата – 15 тисяч гривень, аж занадто заманливо. Але в переписці вразив нас безграмотністю, що дивно, як на власника великого бізнесу. Проте на фото Михайло дійсно на крутих авто – у пристойному костюмі. І вже через два дні переписки Михайло покликав Крістіну на співбесіду у один зі своїх салонів. Час 21.30. За пів години до закриття салону. Дивно, але з назвою салону Михайло тягнув до останнього. І лише за дві години до зустрічі сказав, куди їхати. Ми підстрахувалися і подзвонили у цей салон, щоб дізнатись головне. СПА-салон, здравствуйте. Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, у мене подруги приїжджають з Германії. Мені дуже співробували ваш СПА-салон, але у них такий питання. А є ли у вас в СПА-салоні камери наблюдення? Тому як у них був прецедент, у них сумочку украли, це важливо. Так, є. О, це замечательно. А скажіть, просто вони хочуть повний спектр услуг заказати? І, відповідно, во всіх кабінетах бути. А у вас везде камери наблюдення? В кожному кабінеті, в своєму душі, туалеті, звісно. Всі добре, до зустріч. До зустріч. Прекрасно. Тепер ми розуміємо, що відео у нас буде. Субота 20.00. Михайло чекає на Крістіну о 21.30. Попереду найнестандартніша зустріч – нічна. Тому ми готуємося дуже ретельно. На Крістіні сьогодні. Камера у сумочці, микрофон та підслужка у вусі. Раз-раз. Нормальний звук? Впервые работаємо в темне время суток. Це создає дополнительний стрім. Плюс спа-салон – частная собственность. Туда посторонним просто так не зайти. І групі придеться ждати только снаружи. А вот що ждет мене внутри, я не знаю. Ну все, пошло. 21.25. І я в десяти шагах от двері спа-салона. Со мной скрытая камера в сумочці. Група за углом в машинах. І так, сейчас я познакомлюсь з директором Михайлом. Михаил. Здравствуйте. Кристина. Можна зразу на ты. Как доехала? Спасибо, хорошо. Пошли, пошли я покажу. Бежись. Смотри, вот тут у нас, можна сказати, мои апартаменты. А почему на ресепшене нікого? Заходи, смотри. Вау. Вот тут, можна сказати, центральна комуната. Диванчики. Італьянські, специально з Італиї. Очень красиві, правда. Первое, що мене смущає, салон пуст, ні душі. Даже отдалённих голосів не слышно. Второе, у крутого директора сети спа-салонов очень дорогой костюм і дуже дешёві туфли із потрескавшогося дермантина. Це зона, я так понимаю, ожидання. У мене буде вот здесь, получается, їм предлагати кофі, чай. Ну там, тироженое. Нет, для этого у нас есть другие люди. Тебе надо быть просто звёздочкой. І всіх, ну так, божествовлят. Вот, красотой свою радуй. Хорошая должность такая. Я не понимаю, он меня на работу берёт или замолаживает, или в должность входит і то, і це? І що це за річ такая? Божествовлять? Ну знаю, обожествлять. Ну боготворить, но божествовлять. Но Михаил продолжает нахваливати свій салон. Кстати, заметьте, вот ангелочки, которые вот по краю, они вот как раз так соединены, что их взоры в центр направляют. И, кстати, комнату они очень центрируют. Что кого центрируют? Что за бред? Он как будто долго подбирает слова. Несёт какую-то ересь. Он под кайфом, что ли? Кто он и чего он хочет? Ты очень хорошо смотришься на танцевого. Да, он меня не полнит. Не, а ты что? Я, извините, немножко нервничаю. У меня впервые такое собеседование. Вру, нервничаю я совсем не поэтому. А потому что собеседование совсем не похоже на собеседование. И Михаил какой-то странный. То ли накуренный, то ли, ну не знаю. А в салоне я уже уверена, точно нет ни души. Но я должна придерживаться образа девочки, которая очень заинтересована в работе, чтобы понять, к чему же всё идёт. А Михаил продолжает экскурсию по салону. Что тебе ещё? Вот тут туалет. Туалет не хочет? Ура, ура. Хорошая дать я домой несёт. Что он несёт? Какой туалет на собеседовании? Он что ли точно под кайфом? А здесь у нас кабинетик. Ага, кровать. Неужели классика жанра? И сейчас он мне проведёт собеседование с пристрастием на ней. Кровать, можно сказать, очень расслабляющая. Рекомендую даже лечь. Ага, ложись, всё, знал бы ты. Нагло, просто дёрнул за руку и на каблуках не успела устоять. И что же дальше? В этой комнате как раз расслабляется обычно парами. То есть встречаются расслабляющие запахи. О, знал бы ты, Михаил, как меня сейчас напрягает эта комната. Одно твоё лишнее движение я сразу врежу и драпану к выходу. Но мы культурно полежали, посмотрели узор на потолке и культурно даже ручку подал в Сталин. Кстати, вот картинка классная. Это мне один хороший гость подарил. Картинка с сиськами. Зачем он на неё сакцентировал? Тем более, если на кровати вёл себя как монахиня. Похоже на эмоциональную раскачку. То хороший, то плохой, чтобы сбить с толку. Да и собеседование больше похоже на простое шастание по салону. Никаких тонкостей работы то он мне так и не назвал. Ух ты! Здесь, смотри, здесь вот холод. Там жарко, там неинтересно. А вот тут столик отглубляющий. Как раз вот утром и тепло. Правда тепло? Уго, я откуплю. Это жизнь. Первое правило. Если мы возле воды, камеру держать подальше от неё. Ставлю сумочку на лежак. И контролирую, чтобы Михаил ненароком не сдвинул. Уложись на подушечку, как раз она мягенькая. Да что же он меня всё время норовит уложить? Что это за собеседование в лежачем состоянии? Или так ему лучше видно мою квалификацию? И как? Очень тепло. Проколюсенько. Проколюсенько. Вот странная у него речь. И кстати, а почему он у меня ничего не спрашивает, как у кандидата на вакансию? Или дело не в вакансии? Мне получается надо будет предлагать вот эту процедуру. А как она называется? Обмазывание шоколадом. Что? Директор сети спа-салонов не знает названия процедур? Осторожно, здесь скользко. Люди могут свободно принять максимальный... Снимание? Снимание плавания? Соколы, наверное, улавливаются. Он видишь? Смотри, кристалликами, как я затела на дно. А дальше все произошло мгновенно. А-а-а! Не держи, пожалуйста. Не держи. Там где-то тупый. Сейчас, нафиг, достань. Давай руку. Обалдеть, что это было? И главное, зачем? Утопить? Нет. Испугать? Так незачем. Что же затеял этот странный Михаил? Извини, случайно подскользнулся. Сейчас поспорховать. Любопытно, если случайно подскользнулся, то почему халатик заранее подготовлен? Прям в метре от бассейна. Матю прохладненько. Да, одевайся. Извини, ты можешь выйти? На халатик. Я буду там. Хорошо. Переодеться потерпеть. Сейчас надо понять, что делать. Ведь подслужка и микрофон утоплены, и связи с группой нет. Звук есть только на камере в сумочке, но его группа не слышит. Одна надежда, что тут ловит телефон. Фух, ловит. Говорить по телефону не могу. Тут такое эхо и тишина, что слышно каждый звук. Так что быстро пишу группе смс. Я очень быстро переодеваюсь, чтобы Михаил ничего не заподозрил. А он уже нервничает. Ну что, там уже все? Да, только мне бы обуться во что-то. Я босиком. Да что ж такое, я никак не могу собраться с мыслями. Слишком неожиданный поворот событий. Я впервые без подслужки в ухе и без связи с группой. Хорошо хоть камеру отдыхать. И про камеру в сумке забыла. Вот я явно не в форме. Надо выдохнуть и успокоиться. Ну, лучше, чем ничего. Итак, что же дальше? Еще раз извини, ну, по-скользски, там все-таки пытаюсь этим отхараться и сказать, что кафе поменяли. А ты в халате хорошо выглядишь. Тебе даже в халате лучше. А позволь мне загладить, ну, вину. Так, надо побыстрее найти предлог, взять телефон, набрать Вову и оставить висеть и положить поближе к себе, чтобы группа лучше слышала. Греческая комната. Неожиданно. Вот теперь мне пора напрягаться по полной. Сейчас главное поставить камеру. Я сюда можно поставлю сумочку? Да, 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 ставь. Я только не фонер отключу. Так, ну все понятно. Собеседование таки через постель. Но непонятно теперь, как отсюда выбираться. Ведь я без подслужки и обратной связи с группой нет. Я не знаю, смогут ли они прийти мне на помощь. Честно, мне это неожиданно. И немножко... Позволь мне просто свою вину загладить, вот. Такое ощущение, что ты как будто бы знал, что ты меня в бассейн уронил. Нет, ты что? Как я мог? Да нет, теперь понимаю, что знал и уронил специально, чтобы оправданно переодеть меня в халатик. Но отпустишь ли ты меня, не добившись постели? Вот сейчас главное набрать группу, чтобы они все слышали хотя бы через телефон. Ну, наливаю тогда. Вот сейчас, секундочку, извини меня, там, в телефоне. Писать от меня ждут ответа. Тоже, кстати, по работе. Кто же может привозить тебя в такое позднее время? Ну, как... Ты же хотел, чтобы я была деловая, вот я деловая. Итак, группа висит на телефоне и все слышит. А я, если честно, нервничаю. Ведь если Михаил действительно под кайфом, он может быть непредсказуем. А Катя мне очень нравится. Марка. Мазда и Инфинити. Хорошо. Мы будем в офисовом. Возьмем киль. Инфинити. Видите, как он пристально ждет моей реакции? Банальная бла-бла для корыстных девочек. И дальше уже им решать, спать с директором сети салонов ради Инфинити или нет. Но мне-то надо отсюда уносить ноги. Я просто думаю, ну, мне же надо как-то уже домой собираться. У меня платье мокрое. Сходила, называю, это до собеседования. Тебе не холодно? Ты все хорошо... Ты все хорошо живешь, все хорошо живешь. Я согрею. Ой, а он резко перешел в наступление. Надо уходить немедленно. Группа только ждет кодовое слово «Щука». А как проникнуть в закрытое помещение, мы продумали заранее. Надеюсь, сработает. Слушай, Миш, ну, я бы просто уже правда забирала платьичко, да. Я, может, завтра подъеду, так как бы уже... Завтра заберешь платьицу. Оно высохнет как раз. А как я, чувак, я уеду домой. Так ты здесь останешься? Ну все, намеки закончились. Но ведь явно были и те, кто, как и я, захочет уйти. Даст ли он уйти? Куда ты уйдешь? Ну ты меня впускаешь. Миша, ты меня не так понял. Я не буду оставаться. Ты меня, видать, не так понял. Что ты выделываешь? Презывай меня, пожалуйста, такси. Я не выделываю. Миша, ты убери руки. А чего ты все нормально? Так, Миша не отстанет. Наверное, уже распалился и очень хочет получить то, на что рассчитывал. Силой я его не перепрут. Тут надо хитростью. Моя задача спуститься к входной двери. Она наверняка закрыта, но это мы продумали. Ага, уверен, что птичка в клетке и никуда не денется с подводной лодки. Прекрасно. Теперь главное, чтобы группа услышала через телефон команду. Мне очень повезло, что туалет на первом этаже. Рано или поздно Михаил сюда спустится, если я надолго задержусь. А я сразу бегу к входной двери, но она таки закрыта. А через стекло я вижу, что у группы что-то не так. Что-то потерялось? Да сейчас. Давайте, давайте. Но у группы какая-то заминка, и я их не слышу. Но вижу, что план не срабатывает. Михаил может спуститься в любой момент. Ну давайте. Фу, сработало. Слышно на весь квартал. Но как отреагирует Михаил? Да, сиреной мы его успешно выманили, но самое интересное нас ждало впереди. Миша, это такое у тебя собеседование, да? То есть ты считаешь, что ты крутой, богатый чувак, значит, можно себе все позволять? А что я сделал? Вова, вызывайте милицию. Мы хотели всего лишь припугнуть борзого Михаила милицией, а он испугался по-настоящему и просто ошарашил нас. А шутник Михаил оказался по бэйджику охранника и не Михаилом даже. А вы же ты, Миша, ты Рома. Изобретательный охранник Рома. Переписки прикидывался директором и звал на собеседование только эффектных девочек, которые охраннику не дадут, а вот директору очень даже. Особенно после того, как он им пообещает машину и хорошую должность. Мы пойдем в автосовом, мы заберем тебя. И мы еще не идем. Банальный развод на банальный секс на одну ночь. И в бассейн ронял продуманно. Во-первых, дама сразу оказывалась раздетой и прикрытой всего лишь халатиком. Во-вторых, был повод загладить вину шампанским под шумок. Но самое интересное, что для встречи он одевал выходной костюм шефа, который брал в его личном кабинете, ведь ключи имел от всех дверей. А вот в туфли босса, видать, не влазил. Поэтому меня так и удивили его заношенные красопеты на ногах. Сдать Рому в милицию мы не имели оснований. Там вещи надо позабирать. Не знаю, мы правильно вообще здесь шуму упустили. А что с ним делать? Пусть поляну нам выстоит. Да, по сути, вся вина Ромы в том, что он прикидывался директором. Кстати, фотки в анкете с тачками. Это машины клиентов, возле которых Рома просто постоял. И на псевдособеседовании он просто предлагал девочкам выбор. И решали они сами, давать директору или не давать. А наутро изобретательный охранник снимал костюм шефа, удалял видео с камер наблюдения и спокойно сдавал пост. Кстати, раскусить таких все же возможно, ведь его косноязычная речь выдавала в нем совсем не директора. И всех, ну как, божеусловия. Хотя по ночам он действительно хозяин этого салона. Блин. На сайтах знакомств люди вообще любят придумывать себе легенды. То принц из Марокко пишет в спортивках в носки, то брокер из США при этом пишет «Привет, красотка!». Так и этот Рома, бизнесмен на босу ногу. Да, кстати, вернемся к рукам. Так ты понял, как колечко исчезло? Нет. А все очень просто. Я колечко красивенько положила вот так на ручку. Потом вот так вот зажала и вернула. А потом сделала вот так. Вот нам надо сложить тут такой красивый плюсик. Я вот так раз плюсик. А потом вот так беру и в этот момент вот так вот роняю колечко. Ты видишь это? А потом вот так вот плюсик делаю. И вот тут вот так плюй, а колечко уже здесь. И вот так плюсик. Какой красивый плюсик! Какой красивый плюсик! О чудо! А потом такая, раз, ты уже в шоке, я под столом быстренько одела. А колечко я одела под столом одной рукой. Оп, как там, ловкость пальцев и никаких рук. Ловкость рук и полная программа мошенников. Дивиться далее. Вона пошла на побачение с бизнесменом. Ну что, готова отдыхать, развлекаться, расслабляться? А потрапила. Слушай, а ты как отношишься к тому, что ты втроем? Упастку психа. Ой, сука, как с собакой, он сказал. Вот, молодец. Як выпадкова зустріч у розважальному центре Кристина, я вас сразу узнал. Може посбавити вас 10 тысяч гривень. А ты понимаешь, дурак, что такое вообще амб*** говорить нельзя? Вот до чего ты по башке постучал по твоему, по дурной? Так, Сашка, давай не будем делать резьем. Вернее, будем. Смотри, две резиночки, обычные. Потрогай. Настоящий? Я сейчас тебе просто покажу фокус, который мне показал 8-летний пацан. О, я была реально в шоке. А ну-ка, зажми посерединке. Так. Пойдет. Ну, как там? Ахалай, махалай, сим, салабим, там, я не знаю, котлета, ракета. Отпускай. Как? А теперь вот здесь снова, снова хватай. Снова котлета, ракета, сим, салабим, рис, картофель. Отпускай. Как? Да, у меня тоже был такой вопрос. Как меня можно было кинуть на 10 тысяч гривен все за две минуты? Еще и посреди людного торгового центра. Если бы у меня был выбор, я бы предпочла не ходить на это свидание никогда. Всего лишь две минуты могут лишить вас и веры в людей, и 10 тысяч гривен. Блин, реально. Починалось все, как завжды. На безлічі сайтів знайомств ми виловлювали на анкету Крістіни реальних аферистів. Одразу відсіювались ті, хто міг би її впізнати, бо фото в анкеті справжні. Частіше клювало на анкету недалекої блондинки. Саме таких люблять аферисти. Проте, коли їй написав 41-річний Руслан, ми розгубились. На фото скуласний, міцний і дуже привабливий чоловік. Проте пише якимись казенними фразами. До того ж, з безліччю помилок. Писав, що має власний бізнес з кондиціонерами, багато працює і багато подорожує. Проте в анкеті чомусь усього одне єдине фото. Щось явно не сходилось, хоча відмовку на це видав обґрунтовану. Тайна зустріч уперше запрошували у торговий центр – людне місце. А саме їх, як відомо, люблять аферисти. І Крістіна погоджується на побачення з Русланом. Торговий центр, в який запросив Руслан, – один з найбільших в Києві. Обвішати камерами весь центр ми не могли, тож працюємо в режимі стеження. Єдине місце, яке повністю під прицілом камер – місце зустрічі. Руслан буде о п'ятнадцятій. А Крістіна на місці вже о чотирнадцятій п'ятдесят. Чекає. На ній, як завжди, підслужка і мікрофон, через який її чує група. А група потроху розсіюється по території. Чотирнадцята п'ятдесят п'ять. Вже десь має бути Руслан. Аж раптом… Молодці, дівчонки, круто подігрывают. Там дедушка, дедушка по-прежному рыбачить. Да, дедушка. Удачи. Все, маме, пока-пока, удачи. Надеюсь, со стороны это выглядело, как встреча старых знакомых. Но где же Руслан? Уже 15.05, а вокруг ходят только студенты и молодые мамочки. Неужели его отпугнула история с фотками? Кристина, я вас сразу знал. Ой, блин, опять, но хоть фоткаться не тянет. Попробую съехать, чтобы быстро ушел. Сори, но я немного занята. Подождите, я… В общем, здесь вы встречаетесь со мной. Как? Подожди, секундочку, подожди, я ничего не понимаю. Я встречаюсь здесь с Русланом, которому, извини, 41. Подожди секундочку, ты решил себе найти девушку постарше? Нет, нет. Сколько тебе лет? 15. Блин, смешно. И ради вот этого вот малого мы раскинули по территории наших амбалов. Подождите, давайте я вам все объясню. Дело в том, что… Дело в том, что я ищу… Да, да. Я ищу девушку для своего папы. Необычно, но это не афера. Сейчас дети в интернете шарят куда больше, чем их родители. Верю, но папа-то где? А папа не может сам найти себе девушку? В общем, наша мама. Что, ваша мама будет против, наверное? Она погибла. Извини, я не знала. Блин, так вот почему папа сам не ищет. Ему морально сложнее. Мы ездили на море, и в воде у нее схватила судорога. И она просто начала тонуть, я не знаю. А мой отец, он просто не успел, понимаете? У меня аж дыхание сперло. Я боялась даже пошевелиться. Особенно, когда у него ручьем покатились слезы. А я, блин, еще ляпнула глупый подкол про маму. Что, ваша мама будет против? Будет против, наверное? Но теперь-то что делать? Я же не могу оставить пацана в таком состоянии. Извините, я не жду, что вы поймете. Меня отец после этого очень замкнулся в себе. Я просто хочу вас попросить, чтобы вы встретились с ним. Чтобы у него был какой-то лучший доброты. Знал бы ты, зачем я хожу на такие свидания. Я же не могу быть девушкой твоего отца. Но как же мягко отказаться? Просто я думаю, я думаю, но он же... А ты уверен, что я ему понравилась? Да, вы понравитесь ему, понимаете? Я точно знаю, какой у него вкус. И я общался с вами, и я знаю, какой вы отзывчивый, добрый человек. Капец какой-то. И как же я такая добрая, подойду к несчастному папе, чтобы признаться, что я с телека, развернуться и уйти? А он здесь, я не понимаю. Да, я пришел сюда с ним. Он сидит сейчас в кафе. Я просто, я буквально на две минуты вырвался, чтобы встретиться с вами. Просто выбрался, чтобы встретиться с вами. Пожалуйста, мне это очень важно. Я просто должен вас как-то свести. Я нашел очень романтическую историю. Как можно свести двух незнакомых людей? Так, стоп. Возможно, я сейчас грешу на малого, но в этом упрашивании мне послышалась какая-то фальшь. К чему же он клонит? Я уже договорился с администратором обо всем. И, в общем, нужно просто вот только ваше участие. Ничего не понимаю? Я могу привести сейчас. Она все вам сама расскажет. Сейчас, ждите. Так, либо что-то происходит, а мы не можем выкупить, либо мне таки придется знакомиться с его отцом. Но что там за романтическая схема знакомства? В общем, это Ксения, Ксения, Кристина. Мне сказали, что вы там согласились помочь. Вы запонимаете, всем коллективам нашим изучили историю этого года, но просто это ужасно, если честно, и решили помочь. То есть сейчас я узнаю про ту самую романтическую схему знакомства? Вы приходите, вот так он находится у нас на первом этаже. Вот зеленая вылезка, администрация. Подождите, подождите. Я правильно сейчас поняла? А вот это уже зацепка. Но к чему же все идет? И через пять минут вы услышите объявление по громкой связи торгового центра и придете к нам в администрацию. Услышите объявление по громкой связи торгового центра и придете к нам в администрацию. С другой стороны, если даже администрация торгового центра согласилась помочь. Извините, у меня два пропущенных от отца, он меня уже ищет. Пожалуйста, скажите, вы согласны или нет? Мне нужно пишать уже просто. Хорошо, но через пять минут будет объявление, все будет хорошо. И мы вас ждем в кабинете администрации Вы туда придете, а мы уже будем там с отцом И будет, ну, как бы случайная встреча Как бы случайная встреча Спасибо большое Спасибо, вы не пожалеете, правда И так все решат пять минут Лучше мы перестрахуемся Вова, видите, я тебя умоляю, Вова Вы на хвосте, я малькнул А, хорошо, да, я жду Они пошли в кабинет администрации А я услышу объявление по громкой связи торгового центра Крис, они валят на улицу на выход Как на выход? Скоты Я до конца не верила, что это все-таки афера Но ни в какую администрацию они не пошли Они сдрыснули с центра И мы еще не знали, что впереди нас ждал еще больший сюрприз Зато теперь-то понятно, в чем их афера И почему администратор вступил в игру Який хороший та турботливый сын, подумала б кожна девчина Но сын раптово шокует Она погибла Скажу честно, это вышибло, но ему это и было нужно А потом добить слезами Просто не успел Тогда я даже подумать не могла, что уже пошла в оборот малолетнего афериста А со стороны так милейший ребенок, желающий помочь несчастному папе И для этого ему нужно всего лишь мелочь Чтобы я встретилась с папой, но чтобы встреча выглядела случайной Я нашел очень романтическую историю, как можно освести двух незнакомых людей И вот тут в игру вступает администратор торгового центра А это уже официальный уровень, который вызывает особое доверие Самое интересное, как он их втянул Но зато теперь понятно, почему вначале сразу не подошел, а выждал Что сейчас делают люди, когда ждут? Правильно, ковыряются в телефоне Я тоже ковырялась И так он убедился, что объект охоты со мной Да-да, ведь в моей анкете была фотка с айфоном На это он и клюнул А администратор всего лишь озвучила его идею Вы якобы теряете телефон, а парень его находит и приносит нам в администрацию Вот, вот она главная часть аферы Это-то меня и напрягло Отдать телефон со всей инфой? Это стрёмно Но ведь я отдаю не человеку с улицы, а администратору солидного торгового центра Я на самом деле его сейчас сама туда поднесу И вы за ним просто придете, заберете его Идеальная афера Пацан парит мне, мол, скажет папе, что нашел телефон И ждет отца в администрации Позже, услышав объявление о найденном телефоне Туда же подхожу и я И оп! И вы предложите благодарность попить кофе вместе И будет, ну, как бы случайная встреча Была бы, если бы папа существовал А так мне предложили подождать объявление по громкой связи о найденном телефоне А сами дали дёру И посмотрите, пацан достает из-под своего пальто еще одно Пальто девушки Которое все время, видать, было просто завернуто внутри Все продумано Ведь администратор в верхней одежде вызвал бы подозрения А так реальный администратор Причем девушки с бейджиками в торговых центрах Да на каждом шагу И очередная ни у кого бы не вызвала подозрений Им оставалось выйти на улицу и в метро, которое рядом И все, адьос, телефон за 10 штук Али мы их с виду не упускали И пока они задоволены шурували до метро Их наш догнав наш сюрприз Как ты все делаешь, блядь Рога, допустите Где телефон? У меня в кармане Мы только что человека кинули на 10 тысяч гривен На родном месте А, твою мать Только потому что он вас пожалел Захотелось легких денег, да? Проте малый выявился супер нахабным Камеру убери, блядь Рога, пустила, блядь Да, к такой афере мы оказались просто не готовы Чтобы аферистом оказался 15-летний ребенок Который так виртуозно сыграет на женской сердобольности Слушайте, то есть ты не администратор? Ты не знаешь, что? Они кино посмотрели Помнишь про этих двух гангстеров? Мальчика и девочка Слушайте, а кто вы друг к другу? Я его шводная сестра Поразила причина, на что понадобились деньги Я играл в покер, боже, я на компьютере подсел конкретно И пошел в минус 30, и все Минус 30, пошел, это что, очки? Это штуки Конечно, где школьнику взять 30 тысяч гривен? Вот и нарылись с сестрой схему аферы в инете А ты понимаешь, дурак, что такое вообще о маме говорить нельзя Вот дотянусь бы по башке вы постучали по твоей, по дурной Ради чего? Ради вот этой вот железяки А таких, блин, реально Но в милицию мы их сдать не смогли В итоге расплакались оба И кажется, уже по-настоящему А мы в который раз убедились, что аферисты не брезгуют любыми уловками И их ходы очень сложно предугадать Афера оказалась вообще не детской Я, кстати, никогда бы не догадалась, что они работают парой Да, о паре Наша пара резиночек Так ты понял, в чем прикол? Нет Я тебя отвлекала, рассказывала Держала с собой зрительный контакт Смотрела, говорят, только в глаза Тебе, на самом деле, сама пальчиками очень быстро сделала так Ты этого просто не заметил Даже не заметил А с обратной стороны это выглядит вот так У меня на пальчиках здесь вот такие крестики Вот давай, зажимай Я тебе покажу мою сторону, которую ты не видишь Вот ты зажал И тогда ахалай, ахалай Тынц, отпустила эти пальчики Отпускай Вот они соединились Тын-тын Пускай Сашка, отгадай загадку У Коли было пять яблок У Пети три А у Васи ни одного Вопрос Кому сторож попал в солью в сад? Ну, если что, не мне Я с яблоком Новая загадка Как Кристина сможет без ножа разделить яблоко пальцем пополам? В смысле? В смысле, пальцем Пальцем разделю яблоко пополам Без ножа и без ничего Хочешь по этой половине? А змей-скуситель Да, так культурной гадюкой меня еще никто не называл Зато, когда один бизнесмен вывез меня в лес для своих странных фантазий Как он меня только не называл Извращенцы, женатые и неудачники Считается, что именно они в основном сидят на сайтах знакомств Но есть еще и психи Как собака, лай Ой, сука, как собака, я сказал Вот, молодец Те, кто Игор, клюнул на гламурную анкету Кристины Кристина может быть рядом с Кристиною непомеченою Кристина, неподалік торговельного центру Адже Игор на машине И только он знает, как дистать кинного клуба До речи, мы уже расставили там прихованые камеры Бо Кристина еще в переписке дизналась назву клуба Чекаемо на черну Тойоту-бизнесмена Группа на поготове у трех машинах поруч Тримает связок с Кристиною через подслужку у буси 15.10, а бизнесмена все нема Что, не понимаю Блин, можно передумать Привет, это Игорь? Нет, нет, я его водитель Классно, и ведь я правда не знаю, как он выглядит А, не поняла А он не смотришь? Да шучу я, Игорь, я 30 лет мне женат, вредных привычек нет Садись Да, чувство юмора, смотрю, прилагается Пока все снимает моя камера на куртке Я надеюсь, он не расценит это как наглость Если я положу на торпедо перчатки Ведь там микрокамера Ну, тронулись Группа ведет нас с тремя машинами Через подслужку они слышат меня, а я их Блин, все в порядке, мы едем в диване Ну что, готова отдыхать, развлекаться, расслабляться? Да, ну, честно говоря, я, конечно, не очень слышу мир Главное, ничего, во всем приходится Очень надеюсь, что опыт будет не таким же незабываемым, как в прошлых аферах Ведь мы снова едем в лес Хотя Игорь, на первый взгляд, очень симпатичный и обаятельный Кстати, тоже рыжи Мне один кудрый сказал товарищ Я взяла, это раз лягушка Ударилась головой о землю Встала прекрасной девушкой А потом ударилась второй раз Встала травовым месим Странный анекдот Надеюсь, не с намеком? Раз на раз не приходится Или с намеком Ты расслабься, мы с тобой шутишь Да, я зажатая Может, у меня просто плохое чувство юмора Так, надо вести себя естественнее А то, если он чего и удумал, может сорваться с крючка Слушай, ты как относишься к конине? В каком виде? В жареном? В марином? Да, в съедобном Подожди, так мы едем кататься на лошадях или есть? Мы едем кататься на лошадях Оказалось, что он просто хочет заехать по пути в магазин За продуктами для пикника Магазинчик недалеко здесь Мы пока едем, снимаем трусы Извините, что? Вы это тоже слышали? Слышал что? Я говорю, подъедем, будем колбасы Минуточку Но я же своими ушами слышала Снимай трусы Может, у него какой-то дурман в машине? Но он ведет себя, как ни в чем не бывало Надо позвонить Рустам Что такое Рустам? А Рустам, это как раз хозяин конюшника Не нравится мне этот звонок? Вот чисто интуитивно Здравствуй, дорогой Едем к тебе с девушкой Да, ноги длинные Такая наездница, что... Ого-го! Ну, мясо-мясо это все я взял Хорошо, дорогой, давай, поглядь Что происходит вообще? Что за двусмысленные намеки? Такая наездница, что... Ого-го! Или я себя накручиваю? Слушай, а ты как относишься к тому, что мы втроем? Что втроем? Я Рустам, ты с ним Ты шашлык не любишь? Я люблю шашлык Подожди, я что-то ничего не понимаю Куда мы едем? Так вот я и говорю, втроем же будем жарить Я Рустам, ты Рустам, хозяин конюшника У него все есть Мангальчик, там все дела Он пожарит нам, все Извини О, Боже, что ты обо мне подумаешь? Ай-яй-яй-яй Куда мысль твоя идет? Я в шашлыке, честно Я в шашлыке думала Конечно, а ты хулиганка Нет, подождите Спросить можно было просто про шашлык А не про втроем Он явно ведет свою игру Но я пока подыграю Кристина, ты как алкоголь покушаешься? Ну, немножко мартинил, например, да А я люблю какие-то сиськи Так, не может быть Что? Виски крепкие Благородные, да? Нет, ну это уже не смешно Либо у меня что-то с ушами Либо с головой Я четко услышала сиськи, а не виски Интересно, а что слушает группа через подслужку? Сейчас, извини Мне надо ответить на смс-очку Значит, с головой у меня таки все в порядке А у него... Но пока я должна вести себя, как ни в чем не бывало А мы будем бить, да? Тебе можно будет бить за рулем Нельзя А мне тоже, если я выбью, за лошадь садиться нельзя А мы тем временем уже выехали за город Мчимся по трассе Это хорошо, а то он меня начинает уже напрягать Хотя он, наоборот, сама вальязность Это кой, настоящему жеребцу Будет приятно, когда я люблю бить на гайку Женщину А может, не попадется жеребчиха? Тебе сегодня все-таки попадется жеребец Так, меня уже даже в жар бросило от этих намеков Вроде едем на конюшню Вроде жеребец это лошадь Но шо, блин, за подтекст? Скажи, а мы на заправочку идем? Где же ехать? Может, не будет Вряд ли Блин, мне срочно надо переговорить с группой И тут я вижу заправку Теперь не отвертеться, заезжаем Спасибо, две секундочки О, вы пробили его в машину Я, извините, я не понимаю, что происходит Я просто не понимаю, что думать Хорошо, да, я жду Свистнешь И все же пока не пойман ни вор Может, он просто эксцентричный бизнесмен Со странным чувством юмора Типа у богатых свои причуды Кстати, мы уже явно недалеко от цели Прекрасно То есть все камеры на конюшне на смарку Куда же он меня везет? И мы сворачиваем в частный сектор Выезжаем прямо к лесу Сейчас я не так подружке надо написать Пишу группе смс Говорить в подслужку не могу Вот что сейчас делать? Выпрыгнуть на ходу из машины? Так он догонит Или пока не паниковать? Но что это? Ну, это уже что-то Значит, конюшня рядом И мы все-таки едем в нее Просто не в ту, которую он мне написал в переписке Но зачем он сменил место? Он о чем-то догадывается? И тут новость в подслужку Крису по тачке ответили Не понимал Чувак в розыске Кличка порода Грется по рыжим Слушай, мы уже вызвали менту Главное, не зли его Пока ты не сопротивляешься Он тебе ничего не сделает Ну, Крис, у него может быть ночь Чем менту сказали Через 10 минут по-любому будут Офигеть новость Я не просто в ужасе Я в ауте А мы упорно едем прямо вглубь леса Ну, допустим, по GPS они меня найдут У меня телефон с передатчиком Но что мне делать до их приезда? Крис, только не перечим услышишь Иначе его клеммонет Иди, прошу 10 минут еще подержусь Ну, а ты что прийти? Сейчас погуляем Развеемся, все будет хорошо Весел Задорно Так вот я как раз Настраиваюсь Как говорится, не порно, но задорно Уходим Отсюда пойдем ножкой А я не решаюсь выйти Но вдруг это его взбесит Ладно, главное забрать камеру в перчатках На мне сейчас камера на куртке и в перчатках Перчатки кладу на машину Чтобы хоть что-то писала со стороны И сразу отхожу подальше 10 минут Мне надо продержаться 10 минут Я готов А что это? Тебе нравится серый цвет? Его оттенки Намек на Садамаза Драпануть? Так он слишком близко И если догонит мне кирдык 10 минут Ну где же группа? Я тебе сказал Будешь делать то, что я скажу Хорошо, я хорошо Все, закрой руку Ты сейчас будешь лошадкой Поняла? Да, я хорошо Вот это движение я заметила сразу Что там, нож? Ты сейчас будешь моей лошадкой Давай, ржи Давай, давай, ржи Давай, давай, ржи Давай, давай Иго-го Снимальна группа иде за GPS Их разделяет 800 метров Але бигти вони не можуть У лисе чутный кожен звук Давай, давай, еще громче Громче, ржи Давай, давай, громче Вот, молодец, молодец Хорошая собачка Хорошая собачка Ты сейчас будешь собачкой Ты будешь послушной девочкой, да? Да? Молодец Давай, вставай на четвереньке На четвереньке вставай, я сказал Давай! Встала! Быстро, быстро, быстро На четвереньке встала И теперь как собачка Давай, гавкай Давай, как собачка Давай, давай Ну, ну Ой, сука, как собака Вот, молодец, молодец Давай, громче, громче На, давай Да где же группа? Что мне делать? Это какой-то бред Гал! Собаке громко лает Гал! 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 Хвостом Вот так Давай, давай Посильнее, посильнее Давай, давай Давай Отпусти меня, похоже Нет, бесполезно орать Здесь тебя никто не услышит Поняла меня? Спасать тебя некому Так что давай Давай, лай Громче, я сказал Гал! 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 Молодец Вставай, вставай Вставай Вот, умничка Послушай Рот закрыла Ты сейчас будешь наказана Завязывай глаза Давай, давай Глаза завязывай Послушай, ну Завязывай глаза Я сказал Рот закрой Давайте Давай, давай Ну Завязывай Гал! Пожалуйста Ну И впусти Ну Дай сюда Ну Где же группа Милиция Неужели мне никто Не придет на помощь Послушай Мне Вставай Закрой Я сказал Мне на помощь Я с которой Закрой Рот Критвы рядом Минута Руки Упери Хорошая девочка А теперь считай от десяти до одного вот молодец еще гром 10 апреля они знали что по-другому не поведусь так что спорим я разделю яблоко пальцем пополам это невозможно невозможно сесть на диету на турецком ол инклюзиве а яблоко пальцем пополам очень даже запрос смотри кладу пальчик пополам беру кулачок и начинают бить я обещала половинку самого чека норриса уделила такой туши пусть нас искушают яблоками чем аферами и обманами девица у наступней программе романтичина по бачення слушай так нет сейчас уже у них тут не дальше считаю считаю меня старомотно чиприк риття для нахапно и аферы ой тормози тормози чему не слід купувати айфоны майже на шару и какие аферисти сидят на сайтах купивлі продажу что ты вообще не имеешь совесть ты просто оборзевший ты реально оборзевший нет смысла чим заманює на перше побачення тренер з тенісу кино шмино вот это домино и каким боком це може вилізти ах ты тварь ах ты тварь вонючая я тебе по-человечески а ты а